Ну хорошо, ну скажем, принял приглашение, то есть это понятно, тот, кто принял приглашение, а тот, кто не принял. Тот свободен, а ты не свободен. Ты видишь, тут сидишь здесь в 4 часа утра, в 5, а другие нет, они еще спят. Но мы же говорим им, весь народ Израиля получил приглашение, есть у него роль. Правильно, ну и что? А они не просыпаются. Тогда что же мы им говорим? Нам им нечего сказать, если Творец их не пробуждает. Тогда почему мы приходим, говорим, есть приглашение? Потому что ты обязан. Обязан? Да, ты пришел сюда, потому что ты получил приглашение, и ты сидишь здесь, и тогда ты занимаешься тем, как изучаешь то, как тебе нужно отдавать другим. Не так, чтобы Творец дал им пробуждение, а это ты обязан тяжело работать, чтобы их пробудить. Почему, чтобы Творец не послал им приглашение? Ты его спросил. Не, ну непонятно, непонятно. Да я сам не понимаю, зачем ему твоя работа. Сам бы наверняка все сделал бы так вот, щелкнул бы пальцем, и весь мир бы уже побежал, поделился бы на десятки, смотрел бы на Нива. Ну и что? Что делать теперь Нив? Выходишь на улицу, все-все-все сидят на стульях по десяткам. Такое прямо замечательное состояние. Почему этого нет? Почему он этого не делает? Он ждет, чтобы ты сделал. Ну скажи. Почему? Потому что это выяснение Килим. Мы должны выяснить каждую деталь. Где получение, где отдача. Где Творец, где творение. И где за и где против. Где оно, а где наоборот. Все эти выяснения, сделав все эти выяснения, мы сможем уже прийти именно к пониманию Творца, к постижению Творца, к слиянию с ним, к подобию и к слиянию с ним. Поэтому вся эта работа называется работой Творца. С одной стороны, Творец делает. С другой стороны, мы делаем работу за Него. Он оставил эту работу нам. И он, собственно, и подстраивает тебе все эти толчки, все эти занятия. Тут одно, тут другое, тут занятий немного. Чтобы ты делал то, что замыслил он. То, что выполнял свет, только ждет теперь твоего участия. И ты должен в чем-то это участвовать, своим внутренним усилием, в группе, в обществе и ждать света, возвращающего к Источнику. Ты здесь идешь рука об руку с Творцом. Ты начинаешь, он заканчивает.